В рамках 18-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в Приморье стартуют кинотуры. Известные российские актеры театра и кино встречаются со зрителями и проводят творческие вечера. Так, 8 октября актер театра и кино Олег Харитонов выступил в Доме культуры «Славянки» с программой «Любви. Негромкие слова». Встречайте теплыми аплодисментами! В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Творческий вечер в «Славянке» известный актер Олег Харитонов начал с песни. Это и неудивительно. Еще дошкольникам он начал посещать театр юношеского творчества. А в 7 лет стал солистом Государственного детского хора Ленинградского радио и телевидения. После исполнения песни Олег Харитонов предложил провести встречу в формате «Вопрос-ответ». Причем актер был готов ответить на самые необычные и каверзные вопросы. «Расскажите о себе. Это не работает. Это не конкретный вопрос. Расскажите о себе. Я родился и пошло. Это же скучно. Пострее. Поставьте меня в тупик. Заставьте меня не знать, что вам ответить». После такого предложения зрители наперебой стали расспрашивать актера о личной жизни, о творчестве и, конечно же, о работе в театре. И о том, как актеру удается играть свои роли так, чтобы зрителям было интересно смотреть. Зачем вообще создан театр? Театр создан для того, чтобы вы, глядя на артиста, вместе с ним пережили некий отрезок времени и событий и изменились вместе с ним. Задача артиста на сцене от начала спектакля до конца пройти путь и измениться кардинально. Это должно быть мощное изменение. Тогда и в зрителе происходит мощное изменение. Олег Харитонов рассказал гостям встречи и о личной жизни. Несмотря на то, что на сцене и в сериале ему часто выпадают любовные сцены, семья для него превыше всего. У актера есть любимая жена Светлана и четверо детишек. И любовь для него всегда на первом месте. Поэтому и творческий вечер был назван «Любви. Негромкие слова». Любовь пронизывает все. Любовь – это суть нашей жизни. Но до этого надо добраться. Это непросто иногда. Но мы стремимся. Вопросы сменяли друг друга, и актер, как и обещал, отвечал на каждый. А между делом пел песни под гитару и рассказывал стихи. И стоят, и не отпускают от изголовья тяжелых рук. Представляешь, Володя, внук. Мальчик всхлипывает. Я его укладываю опять, и никто из нас не выходит их провожать. Дед Владимир, дед Николай обнимаются и расходятся у ворот. Никаких похоронок на этот раз. Никаких сирот. По традиции, ни один актер, побывавший в Славянке, не остается без памятного подарка и цветов. А в завершении встречи каждый желающий мог сфотографироваться с любимым актером и взять автограф. Дальний Восток всегда встречает прекрасно. Это тепло, это такое душевное, такое радостное, такое простецкое иногда, с юморком, с таким, с подколом. Мне это прям нравится, когда люди искренние. Что говорят, то и думают. А здесь это именно так, и это очень приятно. Мне очень понравилось. Эту яркую встречу жители Славянки запомнят надолго. Впрочем, как и сам актер Олег Харитонов, который посещает Дальний Восток вот уже третий раз. Славянки запомнят надолго. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Егор Гриц. Новости Славянки.